Всем привет! В этот раз у нас будет кампания за Италию в моде Black Eyes под последнее обновление Vanilla by Blatelon. Ключевые фокусы в Италии Стальной пакт, это сближение с Германией, Испано-Итальянский альянс и Италия прежде всего. Типа особый путь. Исторический очерк с подъемом фашистского движения Италия вступила в свою новую славную эру. Ее силы в настоящее время находятся в процессе присоединения Эфиопии к растущей итальянской колониальной империи, но амбиции Муссолини на этом не останавливаются. Господство над Средиземным морем всегда было предназначением Италии, а в Европе формируется новый порядок. Когда приливная волна перемен придет, Италия должна найти место на ее гребне, иначе она рискует быть сметенной. Тут сразу надо настройки поменять. По умолчанию тут куча запретов всяких стоит, надо отключить все запреты, все ограничения снять. Перевороты свободные, буст популярности партии свободный, поведение Румынии историческое. А вот это нам не надо. Панзару мод. Это хардкорная версия этого мода. А усиление стран они перенесли. Раньше усиление стран можно было на старте кампании делать, а теперь уже после старта. То есть в принципе можно в любой момент времени изменить усиление и ослабление разных стран в любой момент кампании. Теперь это у нас вот здесь. Здесь более тонкие можно настройки проводить. Раньше, допустим, не было разделения на промышленности и строительство. Можно отдельно ослабить страну, политки добавить, армию, усилить авиацию, флот, горючая. Раньше такого не было, конечно. Раньше, по-моему, только три ползунка было всего и все. Вот нам надо, короче, оси и Коминтерн мы не трогаем. Посмотрим баланс Германии и Советского Союза, как в этом моде сделан. Вот эти фракции тоже не трогаем. Вот нам надо в союзниках усилить Великобританию, как обычно, чтобы жизнь медом не казалась. Великобританию мы усилим на двоечку вот здесь. Именно на характеристики моральные, в первую очередь, у дивизий. Интенсивно, короче. Вот, и еще надо странное содружество нам экстенсивно усилить на объем производства. Так, ну можно Францию еще отдельно. Францию мы можем усилить, добавить ей политки, потому что у Франции все время очень тяжело с политкой обстоят дела, потому что там у нее перед началом Второй мировой войны были серьезные внутренние противоречия, из-за этого политка, стабилка все время низкая. Поэтому стабилки добавим, политки добавим Франции. Чтоб нам было сложнее. Вот. Дальше еще у нас. Дальше все остальные миноры с союзников. Не, на самом деле они правильно вот это сделали все. Более удобно стало. Можно отдельные страны настраивать, а не группы. Кто-то у нас еще союзники более такие. Британская Малая. Ну вот пусть вот эти страны, короче, у нас будут усилены на объем производства. На двоечку. Объем производства плюс двадцать пять процентов. И по строительствам добавим тоже. Скорость строительства плюс двадцать. Блин, ну это вообще имбовые будут страны вообще. Особенно Югославия и Греция, которые непосредственно затрагивают сферу интересов Италии. Ну, в принципе, интересно будет посмотреть, как Италия разберется с Грецией в одиночку с таким усилением. Ладно, я думаю, справимся. Вот, в принципе, все, наверное. Не надо ничего нажимать, что сохранилось. Тут еще есть плюшки разные, которые боту типа даются всякие. Халявное оборудование, ну, снаряжение, халявные конвои, халявное горючее, халявные дивизии можно назначить еще. При разных условиях, если ему, допустим, не хватает чего-то. Причем это можно сделать прямо оперативно во время кампании. Вроде оно сохранилось так. Дальше, что они тут добавили в версии Black Ice 7.0? Повместимость с версией Vanilla 1.12 by Blatelon. Переработано производство авиационной продукции. Искусственным интеллектом. Теперь оно ограничено авиационными сборочными мощностями. Какие-то сборочные заводы авиационные они добавили. Новые морские вторжения искусственного интеллекта, обеспечивающие теперь гораздо лучшую оценку риска и позволяющие динамически использовать слабые гарнизоны. Ну, типа, если у него, допустим, воздушная морская разведка хорошая, у Великобритании, допустим, то она будет видеть у нас дивизии, которые на побережье. Если там слишком сильная дивизия, видимо, он дважды подумает, прежде чем высаживаться. В принципе, вроде как бот это и так учитывал. Разведку береговой линии. Авиационные изменения. С патчем 1.12 авиакрылья теперь имеют фиксированные размеры. 50 и 25 самолетов для наземных авиакрыльев и 5 для авианосцев. Блин, это столько авиакрыльев будет на авианосцах, это капец. Получается, если там по 60, по 70 самолетов поставить можно на японские и американские, это... Не знаю, мне кажется, не очень удобно. Сделали бы тоже по 25, например. Зачем по 5-то? Планируется авиаконструктор, но пока самолеты остаются уникальными технологиями. А, то есть то, что в ваниле добавили авиаконструктор, они его пока не внедрили. Но на самом деле, мне кажется, довольно сложно этот мод внедрить, потому что... Если в ваниле там... Сколько там? 3, по-моему, или 4 всего версии самолета? Там 36-го, 40-го, 44-го там какой-то реактивный. То есть здесь уникальные дерево технологий, которые просто гигантские бывают у авиации. И чтобы под каждый самолет еще сделать конструктор свой, это как бы, ну... Мне кажется, запарно. Хотя, может, они что-то и придумают. Какие-то... Какие-то свои решения этой проблемы. Другие изменения. Переработаны черты сухопутных командиров. Изменения в системе хранилищ ресурсов и пользовательском интерфейсе. Известные проблемы в этой версии мода. У миноров пока нету дерево исследования танков. А зачем минорам танки, если у них нет ресурсов на производство этих танков? В разработке находятся следующие фичи. Дерево танков для миноров. Переработка политики. Конструктор авиации. Переработка стран-содружества. Переработка промышленности Китая. Переработка итальянского перемирия. А, ну типа, после капитуляции Италии, как вот сейчас ваниль они сделали. Италия разделяется на две части. Типа, гражданская война начинается между северной, которая в оси, и южной, которая в союзниках. Улучшение HSD. Включая... Что такое HSD. Вот это, по-моему, подводные лодки имеется в виду и эсминцы. Типа, тяжелые системные повреждения, что ли, имеется в виду... Эти... Критические попадания, может быть, имеется в виду по кораблям. Не знаю, но это не точно. 3D-модели для юнитов. И также улучшение производительности и искусственного интеллекта. Понятно, короче. Основные изменения, какие у нас тут в строительстве. Так, тут они добавили из ванилы узлы снабжения, довольно дорогие в строительстве. То есть, они убрали склады снабжения, которые давали минус 10% потребления припасов в регионе и во всех соседних регионах. И вместо этого перенесли из ванилы узлы снабжения. И, соответственно, добавили железные дороги. Но это, вроде, еще в предыдущем обновлении, которое под No Step Back. Просто я немножко выпал из этой темы, Хойковской, на полгода. Поэтому я даже на версии этого мода, который под No Step Back, даже не играл. Вот. Ну, центры набора на военную службу, военкоматы... Так и остались бессмысленные для строительства. Они стоят почти как строительство фабрики. А, это так, это конверсия, 6 тысяч молотков. 8 тысяч молотков. Но, все равно, 5 тысяч молотков это дорого. Если бы они давали хотя бы по 500 человек в неделю, то был бы смысл строить их за 5 тысяч молотков. А так, 75 человек в неделю, это вообще ни о чем. У них есть смысл в военкоматах только если они там по решениям, по каким-то или фокусам. То есть, короче, если они уже есть. А так, строить их нет смысла особо. Так, это у нас хранилище разных ресурсов. Это у нас все осталось старое. Как это, металлургический комбинат, который многофункциональный. Производят из стали и алюминий. Крупные верфи, которые нужны для строительства крупных кораблей, соответственно. А, ну вот изменения, то что они добавили. Сборочные заводы танков и сборочные заводы авиации. Вместо... Раньше были заводы легкой авиации, заводы тяжелой авиации. Заводы бронетехники, которые снижали стоимость производства этого оборудования. А теперь вместо этого они сделали такую систему, как с крупными верфями. То есть, допустим, для строительства крупных кораблей, по-моему, для строительства одного крупного корабля требуется, по-моему, 15 крупных верфей. Если я не ошибаюсь. Для полноценного строительства. Ну, сейчас пока у нас верфей нет, свободных не показывают. Но, по-моему, 15 требуется крупных верфей. Вот, я помню, что во время кампании за Великобританию я даже брал в аренду крупные верфи. Я даже не помню, как я их брал у США. Так, ну, вообще надо, в первую очередь, крупные корабли строить. И там каждая крупная верфь, аренда крупной верфи стоит по одной фабрике. Один к одному они. То есть, это довольно дорогое сооружение. Там, по-моему, как-то через окно торговли можно было арендовать верфью. То есть, получается, чтобы построить один крупный корабль, нам требуется 15 фабрик из строительства, ну, изъять на производство крупного корабля где-то на 2-3 года. Или даже больше. Это они специально сделали, чтобы для баланса, чтобы для историчности, чтобы только те страны, у которых, ну, реально были возможности строить крупные корабли, могли их строить. Потому что эти верфи, их строить нельзя. То есть, их только в аренду можно взять за очень дорогую цену. Вот, и то же самое они, скорее всего, сделали с авиационными заводами и, ну, сборочными заводами авиации и танков. Да, нет, у нас тут, вот они добавились, да, вот здесь. Так, это получается, на один военный завод требуется 5 фабрик, что ли, сборочных. Это очень дорого получается. Сколько они стоят? 9,5 тысяч молотков. Дороже, чем фабрика. Завод по сборке танков обеспечивает производственные мощности танковые, необходимые для строительства танков, броневиков и БТРов. Короче, всей бронетехники. А сколько у нас их в наличии, как посмотреть? 12, ага, 4. Это что, мы только 4 военных завода получаем? А, нет, даже меньше. Ну, сейчас, ладно, разберемся по ходу, по ходу игры. Дальше, где нет еще основные изменения-то сделали? Сейчас посмотрим. Сейчас построим фабрики. Еще у нас изменения вот здесь, в офицерском корпусе, новая вкладка появилась в меню. Здесь, получается, они перенесли туда, в эту вкладку они перенесли. Высшее военное командование и военную и морскую академию они перенесли сюда. Ну, здесь почти все как в ваниле, единственное отличие это, скорее всего, вот эти вот мини-доктрины, они немножко разные с ванилой. Я просто не помню, какие они в ваниле. Ну, вот, да, вот военная академия, вот эти вот теории военной академии, школы военной академии, они сюда перенесли, которые раньше вот здесь были где-то. Здесь основное отличие от ванилы то, что здесь основная доктрина, она все-таки не за опыт изучается, не полностью за опыт, только скидку можно получить за опыт. А она у нас по-прежнему через исследования изучается, доктрина. То есть доктрина, они вот, по-прежнему можно исследовать ее. А в ваниле ее только за опыт можно прокачать. А здесь скидку можно получить за опыт. Что у нас по исследованиям? Здесь у нас артиллерия и бронетехника. Бронетехника у нас пока что опережает время. Противотанковые орудия можно изучить, в принципе. А изучим мы новую версию броневика. Аутоблинда 40. В авиации, ну вот в авиации то, что я говорил здесь, если под каждый самолет делать свой конструктор, авиаконструктор как в ваниле, то это блин капец. На самом деле в этом моде самое удобное было бы как сделать. Вот они исторические модели танков, да, здесь сделали то, что у нас исследуется. Здесь только шасси исследуется. То есть, по идее, надо сделать им такую же самую фишку, вот как с кораблями они сделали. Вот, исторические модели кораблей, исторические модели бронетехники и, соответственно, еще третью вкладку сделать исторические модели самолетов, чтобы было проще тем, кто не хочет запариваться там со своими, ну, ковыряться во всех этих модулях конструкторских в авиации. Скорее всего, они должны, по идее, также сделать с авиацией. Вот сюда добавить еще одну кнопку для исторических моделей. А здесь просто исследовать там все эти модули отдельно в будущем. Так, что у нас тут есть интересного? Я помню, что у нас в авиации у Италии самый имбовый самолет это вот этот вот был, легкий бомбер. Savoia Marquetti S-79 Sparviero. Sparviero, наверное, правильно. Вот, Sparviero, он, короче, в принципе, он актуальный где-то до 43-44 года будет более-менее актуальный. Легкий бомбер имбовый, итальянский. Вот мы его, наверное, исследуем прямо сейчас. Так, а вот для этих моделей нам не требуется, да, предыдущие ничего не требуется, да. Их можно сразу изучить в 39-м году. Да, изучаем тогда. Легкий бомбер. Fiat BR-20 Giconia, это у нас средний бомбер. Ну, немножко дальность больше, но неощутимо больше. Защита тоже примерно одинаковая у них. Маневренность почему-то выше у среднего, чем у легкого бомбера. Скорость одинаковая, наземная атака выше у легкого бомбера. Ну да, здесь как бы средние бомберы почему-то обделили вниманием. Воздушная атака тоже выше у легкого бомбера. При этом он стоит дороже. Поэтому средние бомберы за Италию не сильно роляют. А так в целом у нас какой будет приоритет у авиации? У нас будет приоритет, понятно, на перехватчиках, чтобы перехватывать бомбардировщики союзников. Ну, транспортники пригодятся для снабжения, естественно. Какая-то немецкая версия, видимо. Видимо, по лицензии производился Savoia Marzetti, Marketti SM-75. Вот, то есть тут, в принципе, у нас тандем из перехватчика S-200 и тандем с легким бомбером. Ну, плюс еще, может быть, штурмовики. Ну, а не тут наземная атака, вот у штурмовика 39-го года меньше, чем вот у этого. Тут 13,7, а здесь 8,6. Вот тебе и штурмовик. Да, что-то у Италии штурмовики не очень. Ну, в принципе, это, наверное, даже исторично. Даже вот версия 42-го года штурмовика, тяжелого штурмовика, наземная атака меньше, чем у этого бомбера легкого. Поэтому штурмовики у нас скипаются, скорее всего. Ну, только вот здесь вот нормальные версии пошли. Вот только в 43-м году. Да, до 43-го года можно даже не рыпаться в плане штурмовиков. Дальше у нас здесь ячейка для флота. Здесь что мы изучим? Что нам там требуется для этих... Для изучения линкора класса Рома нам требуются раздельные водные пожарные магистрали. Это что-то из этого, из пожарной системы. Точнее, противопожарной системы. Это у нас... А, это у нас линей в ветке борьба за живучесть. Тут у нас какие-то эти насосы противопожарные, водные. Учение по тушению пожаров. Транс получения критического попадания минус пять процентов. Еще одна в авиации у нас ячейка есть. А может быть нам тогда доктрину прокачать в той ячейке, а в этой тогда уже самолётики? Многоцелевой истребитель Бреда БА-65. Что он из себя представляет вообще? Наземная атака 5,7. Дальность 755. Дальность 470. Но он довольно дальнолётный получается истребитель для своего времени. Но я не уверен, что мы его будем юзать во время войны. Он уже к этому времени устареет скорее всего. Просто его смысла нет изучать, если он не требуется для изучения следующих моделей. Тут все можно без изучения предыдущих изучать. А вот здесь требуется ФИАТ, GP, СИАТ, многоцелевой истребитель. Дальность 610. Короче, этот особого смысла нет изучать. Это тут тупиковая ветвь эволюции. Точнее, не начавшаяся ветвь эволюции самолётов. Ну, изучим тогда лёгкий истребитель для галочки. Биплан. ПЯТ, ЦР-41. А у нас есть многоцелевые истребители на вооружении? А, есть у нас... Чего? Летающие лодки, многоцелевые истребители? Это чё за баг вообще? Почему летающие лодки называются многоцелевыми истребителями? Или это реально многоцелевые истребители такие? Которые выглядят как летающие лодки. Странно. Ладно, изучим многоцелевой истребитель, хрен с ним. Чтобы этот мусор заменить. Так, и две ячейки на любые цели у нас есть. Здесь мы берём... Здесь мы берём... Можно сразу промышленность взять. Но мы возьмём сначала строительство первого уровня. И мы возьмём... У нас что-то со стабилкой туго вообще. Но на самом деле тут нам надо будет много очень исследовать всего. И нам бы... Вот эти все компьютерные технологии пригодились бы. Потому что... Сейчас вроде особо нечего, но потом нам будет реально не хватать ячеек, как правило, в этом моде. Году в 39-40-ом тут капец. Надо будет реально прям выбирать... Из... Это мы возьмём, наверное, компухтер. Два процента. Да, возьмём компьютер. Дальше... Так, вот у нас тут свободные военные заводы есть. Четыре военных завода свободных. На самом деле, что я могу сказать насчёт... Италии. Открою один секрет. Секрет Полишинеля. Италия, на самом деле, большая сухопутная армия нафиг не нужна. Потому что, в принципе, у нас те дивизии, которые у нас есть, их вполне хватает, чтобы всю компанию провести. Ну, может там... Танков более современных наклепать немножко. Но особо упарываться в сухопутную армию нет смысла. Потому что... Тянуть лямку войны с Советским Союзом будет в основном Германия. Поэтому есть смысл упороться нам в истребители. Просто я видел в предыдущей кампании... Тут прилетали думстаки американские по 800 стратов в каждом. И постоянно бомбили Северную Италию. Они просто её в ноль выбомбливали, выравнивали. С землёй её сравнивали. Тут вообще ничего не работало, всё поломали. Короче, я так понял, как только начинается война, у америкосов какой-то триггер срабатывает. Бомбить Северную Италию по КД. Это типа у них такая навязчивая идея у них. Поэтому да, нам надо будет больше истребителей поставить, перехватчиков именно, чтобы мы защищали промышленно развитый северный регион, во-первых. А во-вторых, мы в принципе можем ещё... строить промышленность в южных районах, потому что мне кажется, у них триггер именно на Северную Италию бомбить. А южную они не будут бомбить, даже если у нас будет промышленность здесь большая, они всё равно не будут её особо трогать. Я надеюсь. То есть нам надо как-то более равномерно, наверное, распределить заводы по всей Италии. Вот, и тут мы что поставим? У нас не производится сейчас средняя рта, пехотное орудие, штурмовики, моробобры, средние бомберы. К авиации перенесём вверх. Сейчас посмотрим. Так, у нас, значит, штурмовики мы можем не производить, потому что они фиговые, поэтому можем на них забить. Из этих двух лёгких бомберов, что у нас круче? Капрони КА-133, у нас атака 11.6. Неплохой, кстати. А у этого 9.3, скорость 300 км, у этого скорость 265. Дальность 1000, дальность 800. Ну, короче, вот этот оставим, а этот снимаем с производства. И потом эти заводы переведём, на которые мы исследуем сейчас с Парвьера, легкий бомбер. 4 завода поставим, наверное. Или что у нас тут ещё есть? Многоцелевой истребитель устаревший. Дальность 1000 км, нифига себе. Для истребителя это нормально так, многоцелевого. А более современный, БА-64, дальность 650 всего. Скорость 350, скорость 347. Манёвренность 56, манёвренность 63. Защита 22, защита 21. Ну, у них, в принципе, всё примерно одинаково, только скорость, дальность у этого полтора раза больше. Смысл нам ставить более новый тогда. 16 и 7 атака. Ну, у этого воздушная атака выше, у многоцелевого. Ладно, поставим его тогда. Бреда БА-64. Транспортники. Сколько у нас дальности у этого? Капарани 133. Дальность 1000. А у более новой версии транспортника Дальность 1085. Средний бомбардировщик SM-81. Савоя Маркетти SM-81. Пипистрелло. Дальность 1300. Но средние бомберы мы, скорее всего, не будем юзать. Поставим транспортники на производство. Так. Еще три завода, да, у нас осталось. Устаревшие грузовики для мотопехоты. Вот это, что ли, более новые? Лянча. Триеро. А, вот это вот. Они еще, походу, разделили грузовики на обычные и тяжелые. А, не-не, я понял. Это, короче, артиллерийские траки, которые артиллерию перевозят. Вот это трактора, которые супертяжелую артиллерию перевозят. А это именно для перевозки пехоты грузовики Fiat 626. Устаревшая полевая форма. Устаревшее горное оборудование для горной пехоты. Так, еще два заводика у нас есть. Куда мы их поставим? Тут у нас прям очень большой минус. Но, я думаю, мы его закроем потом. Короче, один на легкие бомберы ставим. И один завод на... Сюда вот. Все. Заводы мы распределили. Дальше. По фокусам. По фокусам тут у Италии просто капец. Хотя, на самом деле, ванили сейчас тоже, мне кажется, примерно столько же фокусов. Только они... Не таким массивом, а более как-то рассредоточено. По фэншую тут у нас первый фокус. Это, скорее всего... Вот этот фокус. Армии Кимики. Армии Кимики. Химическое оружие. Захват Эфиопии оказался сложнее, чем мы думали. Возможно, нам окажет небольшую помощь использование какого-нибудь химического оружия. У меня есть пара старых носков, которые никогда не стирались. Немного неуместный юмор, конечно. Так, у нас появится национальный дух армии Кимики. Армии Кимики. Организация дивизий плюс 15%. Разведка плюс 3%. Поддержка с воздуха плюс 15%. Атака дивизий плюс 12%. На 75 дней произойдет событие Лига Наций. Дальше. Дальше будем распределять телевизии. Так, что у нас по национальным духам здесь? Участник Лондонского военно-морского договора. Мы подписали Лондонский военно-морской договор и, соответственно, ограничены в размерах наших крупных кораблей. Объем производства верфей минус 5%. Разведка вражеских стран плюс 1% по нашему флоту. И максимальная вместимость кораблей ограничена у нас крупных. В принципе, мы пока строим корабли, мы пока выходить не будем из этого договора. Витория Мутилата. Изуродованная победа. Наши прежние союзники предали Италию и нанесли нам удар в спину, когда нарушили Лондонский пакт. Ну, Лондонский пакт, это, короче, насколько я помню, это который подписали, когда во время Первой мировой войны. Вначале Италия же вроде была как на стороне Германии формально. В этом, в Тройственном союзе. Но потом, короче, она сторговалась с Антантой. И Антанта ей пообещала большие территориальные приобретения по итогу войны. Поэтому Италия переобулась на сторону Антанты и вступила в войну. Предала своих союзников, можно сказать. Ну, хотя она вроде как не вступила сначала в войну на стороне Германии. Поэтому, как бы, формально она вроде как никого не предала. Вот. И Лондонский пакт, он обещал Италии какие-то приобретения территориальные здесь вот большие. На Балканах. И вроде здесь что-то они им обещали. А, нет, Франция, да нет. Франция и так в Антанте была. Мы пролили столько крови на реке Изонце за их победу. А они, в свою очередь, отказали нам в том, что по праву принадлежало нам. Теперь Италия возьмет свою судьбу в свои руки и позаботится о том, чтобы справедливость восторжествовала. Время оправдания войны минус 5%. Больше у нас будет лимит спецназа, горнострелков. И, короче, у нас будут негативные по умолчанию отношения с коммунистами и демократами. И позитивные с фашистами. Квота 90. Дуча хочет иметь крепкую валюту. Фунт стерлингов будет обмениваться на 90 лир. Это ужасное решение для нашей экономики. Но это не совсем ужасное. Я бы сказал, это скорее популистское решение. Для борьбы с инфляцией ввели фиксированный курс обмена итальянской лиры на английский фунт стерлингов. То есть, по идее, этот национальный дух, он должен давать хоть какой-то еще рост стабильности за счет снижения инфляции. Но здесь он дает только негативные эффекты. Только забирает на нас 5% фабрик. Скорость стерлинга минус 2% и объем производства минус 4%. Прирост популярности оппозиционных партий плюс 0,01 в неделю, в день. Дезорганизованная промышленность. Авиационная... Авиационная производительность на каждый сборочный завод минус 2%. Короче, из-за этого у нас еще штрафы к этим вот заводам, которые сборочные, танковые и авиационные. И объем производства минус 6 и минус 3. Наша военная промышленность находится в состоянии беспорядка. Производственные контракты заключаются на основе политических факторов без учета эффективности. А производство фрагментировано и децентрализовано. Лояльность прежде всего. Каждый диктатор опасается за свою жизнь. Муссолини не исключение. Генералов назначают за их лояльность, а не за их навыки. Короче, скорость исследования доктрин у нас замедляется из-за этого всех трех. Горная сторона, понятно. Увеличивает лимит у нас горнострелков. Итальянское руководство. Устаревшие идеи, устаревший менталитет и огромные разногласия между нашими генералами. Мы должны что-то с этим сделать. Тут у нас тоже штрафы. Скорости планирования к максимальному планированию, к атаке минус пять. Слабая координация авиации и флота. Адмиралам не нравится развитие нового вида авиации. Соперничество ВВС и ВМФ и устаревший менталитет делают сотрудничество между ними особенно трудным. Ну, короче, авиация, которая бомбит корабли, она будет менее эффективной. Эффективность вылетов минус 10%. Это имеется в виду, видимо, палубные вылеты. Ну, зимнее отопление, понятно. Это у нас только зимой это включается. Из-за сильных холодов потребуется отвлечь больше ресурсов, чтобы не дать нашему населению замерзнуть. 2% фабрик у нас забирает, и еще плюс 2% повышается на зиму уровень потребления горючего гражданским населением. Ну что, дальше надо создавать армии. Первая полевая армия у нас будет. Генералы у Италии хреновые в целом. Командующим первой полевой армии у нас будет Амадео Дисовое. Это, по-моему, принц какой-то. Лис пустыни. Базовый уровень штабного взаимодействия. Ну, типа, чем выше у него уровень штабного взаимодействия, тем большим количеством дивизий он может командовать. То есть, это можно в технологиях там прокачать, в исследованиях количество дивизий, которыми командуют генералы. Медаль за воинскую доблесть, скорость дивизий, плюс 1%, прирост опыта, плюс 2%, генералам. Орден Корона Италии, атака, плюс 3%, орден Святого Лазаря, разведка, плюс 5%, медаль за восточно-африканскую компанию, потребление припасов, минус 3%. Пока что у него только 12 дивизий, может быть, в подчинении. Вторая полевая армия. Второй полевой армией у нас будет командовать... Тут второго уровня дофига генералов, на самом деле. А пусть командует генерал Уго Кавальеро. У него политические связи есть, стоимость повышения, минус 20%. Итальянский колониальный орден. Потребление припасов вне боя, минус 5% штраф. Дальше, третья армия у нас будет гарнизонная. Гарнизонов надо дофига, чтобы береговую линию оборонять, против высадок, возможно. Кто у нас тут может командовать гарнизонами, кому-нибудь на защиту? Во, эксперт по артиллерии. Марио Верцеллино. Четвертая армия у нас будет альпийские дивизии. Пронто, сеньоры! Дивизия альпийских стрелков. Альпини, так называемые. Формационе! Соответствующий цвет поставим. Чтобы сразу было понятно, кто это. Кто у нас будет альпийские командовать? Так, Камило Гросси, Луидве Фруссе, Фруссе или Фруссе. Там, на самом деле, у Италии такая ситуация интересная, что у нее, по-моему, делились дивизии горные на альпийские и горнострелковые. По-моему, альпийские, они более-более жирные по составу, альпини которые. А горнострелковые, они были поменьше по составу, но это не точно. Какая-то разница между ними есть, только я не понял, какая. Короче, это у нас альпини все-таки, я думаю. Ну, вот Камило Гросси будет командовать альпини. Пятая армия у нас будет Берсальеры. Все, сеньоры! Моторизованная, механизированная армия. Кто у нас будет командовать Берсальерами? А вот, кстати, Витторио Амброзио. Итальянский колониальный орден. Вот его кавалерийский лидер, его, по-моему, можно дальше потом прокачать будет дальше. А, не, нельзя. На мотопехоту его прокачать нельзя потом. Они, кстати, переделали черты, то, что я переводил в начале. Они сделали изменения, очень важные изменения, они сделали в том, что раньше, чтобы прокачать эксперта по снабжению, вот это вот, надо было качать организатора. То есть, надо было атаковать с батлпланом все время. А сейчас, чтобы прокачать эксперта по снабжению, чтобы снизить потребление припасов, здесь надо качать уже волшебника логистики. А здесь надо качать, то есть здесь с батлпланом атаковать, а здесь надо именно атаковать все время со штрафом из-за нехватки припасов, чтобы прокачивать этот навык. Просто это очень важно, на самом деле, в этом моде, припасы это очень важная штука. Вот, за Германию я когда играл, я прокачивал специально генералов в Китае, чтобы потом повысить до фельдмаршала их и поставить им вот это вот потребление припасов минус 5%. И тут они переделали вот второй уровень, генеральскую черту, они, вот приобретенную черту они, по-моему, оставили ту же самую, потребление припасов минус 5%. А вот генеральскую черту они, по-моему, изменили. Тут было, по-моему, тоже потребление припасов минус сколько-то там процентов. А теперь здесь просто... Штраф за нехватку припасов вне боя минус 15%. То есть, как только дивизии вступают в бой, у них сразу появляется штраф за нехватку припасов. То есть, они эту ветку понерфили, получается, немного. Самое важное в этом моде. И что-то они еще тут добавили, кажется. Ну да, вот несгибаемый, несгибаемый защитник. Тоже тут с этими припасами вне боя. Меньше у него штраф. Штраф за окружение минус 25%. Повышает шанс применения тактики контратака. Эксперт по окопам. Такого, по-моему, тоже не было. Скорость окапываемости плюс 10%, максимальная окапываемость плюс 15%. Тут-то они, конечно, изменили. Эта тактика у нас прокачивается, когда... Эта черта прокачивается, когда у нас оборонительная тактика выбрана в бою. Ну, остальное вроде... У тебя по-старому примерно осталось. Надо создать еще одну армию бюстальеров. На будущее. Так, а где у нас командующий, который вроде такой нормальный, был прошаренный бронетехник и генерал? Джованни Месси, по-моему. Что-то я его здесь не вижу. Может, он потом появится? Так, ну пусть пока командует... Пьетро... Пьетро... Гадзеро... Пьетро Гадзеро... Требрянная медаль за отвагу, защита плюс 5%. Медаль за воинскую доблесть. Так, надо еще одну гарнизонную армию осуждать. Еще одну полевую армию сделаем. Командующим у нас будет... ЭТОРИ БАСТИКО. Карьерист. Осторожный. Скорость планирования минус 20%. Максимальное планирование плюс 10%. Шанс ранения во время боя минус 40%. Шанс роста скиллов на логистику и защиту плюс 20%. На логистику, да, он прошаренный. Может, его поставить на мотопехоту тогда, в будущем. А, нет, скорость планирования, медленная у него. Пусть обычной пехтурой командует. И еще одну гарнизонную армию. Пронто! Вот у нас на защиту Марио Руатта, генерал. Дальше. Что у нас тут в этой самой... В Ливии. В Ливии пока что у нас нефть не нашли. Там по-любому, по решениям должно быть что-то. Ну да, вот. На развитие нефтепромыслов. В Ливии. Это что такое вообще? Пехотный полк... Африка. 2000 человек. Легкая пехота. Пусть пока здесь будет... И тут у нас еще дивизия чернорубашечников. Кто у нас будет... Командовать чернорубашечниками? Кто у нас будет командовать чернорубашечниками? Кто у нас спereal победатина? Кто у нас уже mehrere человек. Кто у нас, кто у нас есть любимые красоты? Хотел. Хотел. Команд считает, что у нас есть releasing tensа, Наiffer realiseеjenрь. Кто-нибудь, кто в горах шарит? Ладно, пусть у нас командуют Луиджи Фруши чернорубашечниками. Дальше. У нас тут проходит специальная военная операция по освобождению Эфиопии от фашистского режима императора Хайли Селаси Первого. Тут у нас дофига чернорубашечников дивизии. Нифига, у них состав жирный, конечно. Штурмовая пехота, легкая пехота. Легкие танки даже есть, артиллерия в поддержке, ну не в поддержке, а полк, артиллерийский полк. Два дивизива на артиллерии. А в поддержке у них что? Штабная рота на лошадях, саперы, полевой госпиталь на легковых автомобилях, рота снабжения на лошадях, рота военной полиции и разведрота. А раньше чернорубашечники дивизии были этими, как, милицией. У милиции вроде немножко похуже стата, чем у легкой пехоты, но она и припасов живет меньше, по-моему. А сейчас у нас тут, скорее всего, проблема будет со снабжением, уже проблема со снабжением здесь есть. Пронто! Так. Формации. Дивизия Альпини у нас еще. Так, стоп, туда тренировку устанавливаем. Пронто, сеньоры. Дивизия морской пехоты. Формации. Дивизия морской, ну, подразделение, полк морской пехоты, Сан-Марко. Блин, у меня даже саперов нету. Кто им будет командовать? Пронто, сеньоры. Ладно, короче, пока вот эти вот бригады, всякие колониальные, всякие... Вот это все... Мы передадим... В отдельную армию. Сеньоры! Так, это и у нас колониальная... Колониальная пехота всякой. Легкая пехота, милиция. Ну да, у милиции защита в два раза меньше, чем у... Чем у легкой пехоты примерно. Но у милиции бонусы на пересеченной местности хорошие. Плюс 25% защита вот у нас, допустим, в этих самых городах, в лесах плюс 10% защита, а здесь... У легкой пехоты меньше бонусы. У легкой пехоты даже штрафы к защите в крупных городах. Но самое главное, в горах у них бонус в защите есть у легкой пехоты. Тут плюс 5%, а у милиции плюс 25%. Но в целом все равно, легкая пехота лучше, чем... Милиция будет. Короче, всем этим забородом, кто будет командовать у нас. Пусть командует Рудольф и Грациани. Еще одну полевую армию надо создать нам. Все, сеньоры! Еще одна полумоторизованная. 27-я дивизия. 11 тысяч человек. Полумоторизованная пехота. Моторизованная артиллерия здесь. Средняя и легкая. Разведка на танкетках. Ремонтная рота. Рота снабжения. Полевой госпиталь на легковых автомобилях. Зенитки на лошадях. Штабная рота на лошадях. Саперы пешие. Просто смысл ставить на лошадях, они не только тормозят дивизию. Тогда надо все моторизовывать полностью. А, хотя... Хотя нет, по-моему, если в поддержке лошади, по-моему, они не тормозят дивизию. Я не помню точно. Надо будет проверять опытным путем. Так, и еще одну полевую армию. Формируем. Одиннадцатую полевую армию. Одиннадцатую полевую армию будет командовать у нас Пьетро Пинтор. Скорее всего. Так, еще надо, кстати, поставить этих маршалов. Си, сеньоре. Си, сеньоре. Пронто. Пронто. Формационе. Формационе. Дивизия береговой артиллерии. Гарнизонная. С тяжелой артиллерией, с батареей тяжелой артиллерией в поддержке. Си, сеньоре. Еще одна дивизия какая-то колониальная. Гарнизонная. Гарнизонная. Все. Так, теперь надо группу армий создать. Так, специальная военная операция против Эфиопии. У нас будет рулить... Си, сеньоре. Первая группа армий. Под руководством. Что тут у нас еще остался? Пронто. Это, по-моему, четыре армии максимально. В группу армий можно добавить. Руководить специальной военной операцией против Эфиопии у нас будет... Маршал Пьерто Бодольо, скорее всего. Старая гвардия. Максимальная укрепленность плюс один. Скорость восстановления дивизии минус пять процентов. Прирост опыта лидером минус двадцать пять процентов. Осторожный. Орден Святого Благовещения. Скорость дивизии плюс два процента. Атака плюс три процента. Так, а у этого что, атака? Да, поставим командовать специальной военной операцией маршала Пьетро Бодольо. Здесь, в Ливии, у нас будет командовать... Пронто, сеньоре! Здесь, сеньоре! Пронто, сеньоре! Маршал Итало Бальбо. Блестящий стратег. Против англосаксов в Египте будет командовать. И попробует захватить Тунис. Итальянский военный крест. Прирост опыта лидером плюс пять процентов. Ну и на домашней территории у нас будет командовать армиями. Пронто, сеньоре! Пронто, сеньоре! Пронто, сеньоре! Маршал Эмилио де Боно. Или Эмилио де Боно. Пронто, сеньоре! Все, дивизии мы раскидали. Еще авиацию надо и флот. Ну, флот, я думаю, уже в следующей серии. Сейчас еще авиацию раскидаем. На самом деле, сейчас авиацию мы не будем сильно перетасовывать, чтобы у нас было больше авиации, чтобы мы смогли больше авиации отправить на поддержку этим националистам в Испанию. Чем больше у нас авиация развернута, тем больше мы сможем, по идее, отправить добровольцев в Испанию. У нас тут легкие истребители, средние бомбардировщики Пипистрелло, штурмовики. Пусть все, короче, тренируются пока. Да, многоцелевых у нас, кстати, дофига истребителей. Авиации тоже, на самом деле, не слабая авиация такая у Италии. Вот, кстати, вот, маршал Итала Бальбо приложил руку к созданию, как это по-итальянски называется, ВВС-то, Реджио Аэронавтика, или как там, правильно? Королевский ВВС, да, Реджио Аэронавтика. Штурмовики, легкие истребители. А, хотя, стоп, у нас, наверное, с горючим будет капец вообще. Да, у нас прирост горючего, скорее всего, вообще минимальный. Мы пока что обучать, наверное, даже не сможем, скорее всего, авиацию полноценно. Нам надо хотя бы здесь поднять авиацию в воздух, чтобы прикрыть с воздуха нашу армию. Так, ну что, вроде мы перед стартом все сделали. Сейчас повесим еще. Бомберы. Бомберы. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Сейчас посмотрим, чтобы у нас горючее не ушло в минус Потому что если горючее заканчивается в хранилищах У нас сразу появляется негативный национальный дух Если у нас здесь на нуле будет Ну если у нас меньше чем 543 барреля будет в день В хранилищах То сразу население будет недовольно И стабилка начнет падать сразу Играет музыка Итак, что у нас там получается с горючим У нас прирост 48 баррелей в день 81 тысяча хранится в хранилищах Потребление у нас текущее 2000 баррелей в день То есть да, мы как бы без закупки Протянем 100 дней всего Нам надо останавливать Тренировку всей авиации, короче Пусть пока без обучения обойдутся Так, а что у нас там? Нехватка стали, капец, какая высокая Резины нам не хватает для авиации А стали нам не хватает для производства корабликов Но в принципе Флот у Италии и так неплохой В принципе эти корабли И так достраиваются нормально Из-за нехватки стали Минус 60% скорость строительства Но они и так достраиваются нормально Пока что, я думаю, без стали мы потерпим Так, минус 15% из-за нехватки хрома Здесь скорость строительства Да, ну вот у нас А, нет, не 15 У нас требуется 5 На крупный корабль Может быть Не знаю, может быть на эти больше требуется крупных верфей Но на эти требуется 5 крупных верфей Возможно, они изменили эту статистику Потому что, по-моему, раньше требовалось 15 именно На один крупный корабль Крупных верфей Ну, когда за Великобританию была компания Или это такие корабли устаревшие Типа они дешевле стоят По количеству верфей Короче, затаримся мы хромом сейчас И немножко сталью И резиной немножко Резину мы закупим у Сиама Пром мы закупим в Югославии И сталь мы закупим в Швеции На 4 фабрики На самом деле Мне сейчас больше всего интересует Три вопроса По поводу изменений в этом моде Добавили ли они динамическую ширину фронта То есть в зависимости от рельефа ширина фронта Вот у нас сейчас можно это эмпирическим путем проверить Вот, допустим, у нас равнина Ширина фронта 75 здесь, да? Тут с двух направлений Плюс 25 еще получается Так, а здесь у нас Горы 75, нет, они не добавили У них, походу, ширина фронта так и осталась Да, 75 везде Во всех провинциях Ну, базовая я имею в виду ширина фронта Хотя в ваниле, по-моему, динамическую ширину фронта добавили еще В дополнение на УСТБ, которая предыдущая была Да, везде одинаковая Лес тоже 75%, 75 километров ширина фронта Так, это они не добавили, понятно Ну, на самом деле, это полезная штука, но С другой стороны, там вроде как штрафы за превышение и недостаток ширины фронта уменьшили В ваниле А здесь они остались прежние, поэтому, в принципе, это Как сказать, выравнивает эти неравномерности Сглаживает углы, так скажем Дальше, второй вопрос Это возможность перехвата бомбардировщиков на подлете к цели Вот, допустим, если бомберы летят из Великобритании бомбить Германию То, чтобы можно было их перехватить вот в этих регионах воздушных, которые предыдущие Это, по-моему, добавили вот как раз в Байблотелон, в последнем обновлении, в дополнении Ванилы В этом моде, я не знаю, добавили или не добавили это Вот, и третий еще, это Относительное место абсолютного Относительное место абсолютного штраф за непробитие брони То есть, чем больше Чем выше у нас уровень, допустим, пробития у дивизии К уровню брони вражеской Тем больше у нас будет наноситься урона ей То есть, сейчас, как бы, уровень непробития, он абсолютный Штраф за непробитие То есть, если не пробиваешь, то штраф одинаковый Там, ваниль он такой-то был Но там, по-моему, добавили все-таки Хотя, честно говоря, я не помню даже Я даже не знаю, даже ваниль добавили, не добавили эту функцию Просто они обещали, что добавят Именно относительный штраф за непробитие брони Но, возможно, они его все-таки так и не добавили Я даже не проверял Просто, если не добавили, то броня получается имба А если добавили, то броня уже получается не та Вот, это три такие вещи Довольно важные Но, походу, две из них они точно не добавили В этом моде, по крайней мере И перехват, мне кажется, самолетов тоже Они, скорее всего, не добавили Вот, ваниль, по-моему, добавили Обещали и добавили А здесь, по-моему, такого нету В этом моде Ну, проверим это потом Субтитры сделал DimaTorzok Нам предлагают провести мобилизацию армии за 30 политки Но мобилизация нам не нужна У нас, в принципе, и так нормально стоит У нас сейчас стоит частичная, ограниченная мобилизация стоит Просто если мы проведем всеобщую мобилизацию У нас будет штраф к приросту политки А так у нас небольшие штрафы есть К характеристикам Наших вооруженных сил Но они особо против Эфиопии Они нам особо не мешают, в принципе Можно было бы даже, наверное, перейти на Стандартную Армию мирного времени, так скажем Чтобы еще увеличить у нас объем производства на 1% Хотя И на 1%, на 3% увеличить прирост политки Ну ладно, хрен с ним Пусть у нас будет ограниченная мобилизация все время Оставим уже Менять не будем Здесь нам надо в ближайшее время поменять Смягчить закон о призыве Вот, тут ощутимый прирост к политке будет у нас И, скорее всего, ну налоги у нас и так средние В принципе, налоги, наверное, мы с ней брать уже не будем Хотя тут ускоряется скорость стрельства фабрик Но уменьшается объем производства на 5%, если низкие налоги Ну ладно, оставим так пока что Ранняя мобилизация у нас в закон об экономике В принципе, здесь нам особо срочно ничего менять не надо Кроме вот снижения срока службы до 1 года Или только для добровольцев оставить Но 275 политки это очень дорого Просто, наверное, на 1 год перейдем Чтобы получить еще плюс 5% прирост политки И 6% объем производства На 40 дней у нас горючего осталось Кто у нас тут еще летает? Есть кто летает у нас? Не, придется все равно затариваться горючим, чтобы Чтобы у нас население не взбунтовалось Не начало забастовки устраивать из-за этого Армики-мики изучился у нас фокус Следующий фокус у нас Наверное, будет Военная логистика 2-й Итало-Эфиопской войны Возможно, мы недооценили логистическую систему для нашего славного завоевания Эфиопии Мы должны сделать нашей главной Мы должны сделать нашей главной задачей Обеспечения наших храбрых войск Необходимыми припасами на их пути к победе Короче, у нас появится национальный дух Цена за быстрое строительство За ускоренное строительство 2% фабрик у нас на 42 дня заберут Но взамен мы получаем Апним инфраструктуру в Сомали-Ленде И Эритрее Расширим морские базы Чтоб снабжение лучше шло сюда И инфраструктуру Тут снабжение у нас идет через Как раз нам не хватает походу здесь Вот здесь порт Надо апнуть Лига наций Осуждает Италию За применение химического оружия Ой, они тут понаписали Я даже не буду переводить этот вздор Короче Лига наций якобы считает Что Италия якобы применяет химическое оружие В Эфиопии Италия все еще остается сильной У нас ухудшатся отношения С Францией, Великобританией С Советским Союзом И еще 53 страны Легкий протест Минус 5 Политки На самом деле Сейчас я скажу Как все было на самом деле Все по секретным документам Короче На самом деле С нами тут Руками эфиопов Воюют американские империалисты Вот здесь глубоко в горах Эфиопии Американцы построили Секретные биолаборатории Где Соединенный Штат Разрабатывает химическое оружие Чтобы потом Руками Эфиопских солдат Эфиопских фашистов Испытывать это оружие На бедных итальянцах В нарушении Обычаев ведения войны Вот Но поскольку Эфиопские солдаты Не являются слишком Хорошими специалистами По использованию Химического оружия Они сами себя и отравили Вот И такое кстати Уже не первый раз В истории На самом деле Такие случаи уже были Во время Первой мировой войны Я помню Там короче По моему Англосаксы Сами себя траванули Там просто ветер Не в ту сторону подул И все Из-за неопытности Так у нас Хрома не хватает По прежнему Хрома нам не хватает Для крупных кораблей Не ну Крупные корабли Надо достраивать Как можно быстрее Поэтому Короче у нас А из-за того Что Из-за этого Якобы то Что Италия Применяет Химическое оружие Из-за этого Короче У нас снизилось Торговое влияние На Югославии Она перестала Продавать нам Перестала нам Продавать Хром Слишком Низкое торговое влияние Прямо Прямо Они так сильно Расстроились Из-за того Что химическое оружие Применили В Эфиопии Капец Прямо Защитники Защитники Свободы Свободы На всей земле Защитники Прав человека По всему миру Выдающиеся Югославы Там же тоже Не совсем Демократический режим Принц-регент Павел Он как бы Тоже не самый Великий Демократ Не самый Великий Защитник Прав и Свобод В мире В крайнем Мере Насколько Я знаю Ну Значит Затаримся У нас Конвоя Хватает Затаримся У Кубы Пока что Хромом А Мы еще Можем Расшифровать Шифр Англосаксов Сервизио Информациони Милитари У нас уже Развед Разведагентство Создано Но пока что Мы прокачивать Его не будем Пока что У нас все Фабрики Идут на Строительство Фабрик Да Затаримся Еще немножко Нефтью У кого мы Затаримся Нефтью У Американских Империалистов Мы точно Не будем Затариваться Как и У Англосаксов Затаримся Мы Голландской Восточной Ост-Индии Наверное 8 капелек Нефти Купим Надо немножко Ускориться Авиация Наша Залетела В бой И здесь Тоже Залетела Нормально Дамажила Авиация Так Вот у нас Кстати Можно проверить Здесь Вот Не пробитие Брони 40% Да Дамаг Так что Эфиопские Фашисты Это просто Пешки В руках Их Заокеанских Хозяев Formazione Pronto Signore Avanzate Pronto Signore А Стоп 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 Там Что-то Интересное Было А Все Я понял Да Добавили Они Да Все-таки Я не заметил Добавили Они Проценты Я даже Не знаю По-моему Ванилу Даже Не добавили Этот Относительный Урон Относительный Штраф За непробитие То есть Здесь Получается Вот Если Пробивает Броню Полностью То У нас Все 100% Дамага Заходит Вражескую Дивизию Если Допустим Меньше чем На Больше чем На 60% То 76% Дамага Больше чем 50% 70% Дамага Заходит Меньше чем 50% Пробитие 40% Дамага Ага Понятно Да Да Предыдущая Компания Которая У меня Была За Германию Этого Еще Не Было Именно В Блэк Айс Я Вот Не знаю Честно Не знаю Ваниле Добавили Не Добавили Этот Относительный Урон Ну Может быть Там Другие Цифры Какие-то Ваниле По Урону До новых Formazione Си Signore Си Signore Avanzate Впрочем, сеньоры. Впрочем, сеньоры. У Ефиопии даже три ее истребителя есть, поликарпов и пять. Интересно, откуда они у нее? Какие-то не совсем эфиопские названия истребителей. Впрочем, сходство в воздухе 96% у нас. Кто это завез с Эфиопии? Авиация. Следующий фокус у нас будет... У нас стабилка падает на самом деле очень, прям, очень сильно. На стабилку у нас есть фокус осушения болот. Либо скорость исследования плюс 2% взять. Сначала. Возьмем на скорость, наверное, исследования. Реформа Джентиля. В 1923 году реформа Джованни Джентиля изменила систему образования в Италии. Теперь, спустя 13 лет, мы можем сказать, что это был огромный успех. 25 политки получим и получим национальный дух. Реформа Джентиля. Скорость исследования плюс 2%. Ну, Джованни Джентиля, это, короче, один из идеологов итальянского фашизма. Он был министром образования в правительстве Муссолини. Вот. И еще там какие-то должности занимал. Субтитры сделал DimaTorzok. В принципе, мы можем уже Италию, Эфиопию выпилить, освободить от фашистов. Но слишком рано, в январе, надо немножко поковырять еще фашистов итальянских, чтобы прокачать нам армию по опыту. Хотя бы до мая где-то. Ну, более-менее исторично, чтобы у нас была эфиопская компания. Всего 6 фабрик у нас заняты строительством. Это из-за того, что стабилка еще низкая. Из-за этого у нас фабрики забирают на ТНП. Короче, надо будет что-то сделать со стабилкой срочно. Как только мы разберемся с Эфиопией. Пронто, сеньоры! Пронто! Так, Чили слишком долго было позволено свободно торговать. Мы можем оказать давление на одного из наших союзников, чтобы он снизил торговое влияние с Чили. А зачем? Типа мы можем повлиять на Германию, чтобы она снизила торговое влияние в Чили. У нас лучше соотношение тогда с Германией, поэтому, ладно, пусть делает это Германия. Так, там что-то было про Чарли Чаплина. Чарли Чаплин в его этой комедии «Новые времена». Пронто! 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 Пронто, сеньоры! Я не думаю, что такие береты были в то время, на самом деле. Хотя, может быть, были. И распинчаем, сеньоры! Так. Япония выходит из Лондонского морского договора. Премьер-министр Кейсуке Окада объявил сегодня, что Японская империя больше не будет считать себя связанной военно-морскими соглашениями, которые она подписала ранее. Ситуация в мире, сказал он, сделала это решение неизбежным. Япония, по-видимому, получила достоверное сообщение о том, что несколько соседних стран начали интенсивные программы расширения военно-морского флота. Видимо, имеют в виду США, в первую очередь, которые угрожают законным интересам Японии в этом регионе. Японское адмиралтейство отказалось комментировать слухи о том, что несколько уже строящихся в настоящее время кораблей запланированы без учета договорных ограничений. Ну, Япония-то логично, да, у нее очень сильный упор на флот, поэтому ей этот договор прям сильно очень мешает. Мы тоже должны пересмотреть свое участие в этом договоре. Так, короче, теряет национальный дух сторонник лондонского морского договора. И ухудшается на соотношение из-за того, что, типа, мы остались в договоре, а они уже вышли. Дальше. Церемония открытия зимних олимпийских игр. 1936 года. Церемония открытия зимних олимпийских игр в гармеш Партенкирхе началась. После короткой речи Карла Риттера фон Хальта немецкий фюрер Адольф Гитлер официально открыл игры. Четыре немецких артиллерийских орудия дали салют и был поднят олимпийский флаг. Первыми прошагали атлеты из Греции, последними прошли атлеты из Германии, поднимая руки и приветствуя своего лидера. Немецкий лыжник Вилли Богнер принимает олимпийскую клятву от имени 755 спортсменов из 28 соревнующихся стран. На этих зимних олимпийских играх впервые появятся горные лыжи и впервые будут проведены соревнования военный патруль. Предшественник биатлона. Мы сделаем все возможное на этих олимпийских играх. Постараемся выступить наилучшим образом. Получим 3% стабильности. Так, тут у нас со снабжением вообще туго. За счет авиации сейчас попробуем пробиться здесь. Ну, за счет авиации. Вроде пробиваемся. Так. Ну и берем следующий фокус, наверное, на стабилку. Хотя у нас с горючим капец вообще. Возьмем, наверное, фокус на автаркию. Типа опора на собственные силы. Муссолини одержим автаркией. И после введения санкций Лиги Наций становится ясно, что автаркия – наш единственный правильный выбор. Получен национальный дух автаркия, который дает эффективность добычи ресурсов плюс 3%. Прирост горючего при переработке нефти плюс 1%. И поместимость горючего плюс 2%. Ну, хоть что-то. У нас на месяц всего осталось горючего. Так, Лига Наций у нас, короче, переезжают в Женеве где-то. Лига Наций переезжает во Дворец Наций. Со времен римских императоров термин «дворец» использовался для обозначения физической опоры власти. Как это часто случается в западной истории, слава Римской империи вдохновила последующей цивилизацией, и термин «палатиум» или «дворец» никогда не терял своего идеологического значения. Вместо этого он стал частью словарного запаса каждого современного языка, используемого для обозначения физического местонахождения силы. В первые дни своего существования в Женеве секретариат Лиги Наций размещался в отеле «Националь». С самого начала было ясно, что гостиница не подходит для административного здания. Поэтому, когда швейцарские власти предложили место для нового конференц-зала, Лига Наций воспользовалась этой возможностью. В 1924 году Ассамблея Лиги Наций попросила здание, которое должно было полностью и адекватно отвечать основным функциям и целям Зала Собраний Ассамблеи Лиги Наций. Общая мысль заключалась в том, что если намерение Лиги Наций представлять собой триумф миролюбия XX века искренне, то невозможно такую новаторскую социальную организацию сковать оковами традиционной архитектуры. Не колоннадный зал для скучающих государей, а целебные рабочие кабинеты для занятий, для занятых представителей разных народов. Не темные коридоры для дипломатических интриг, а открытые застекленные пространства для публичных переговоров, которые ведут честные люди. После начала строительства в 1931 году Лига Наций наконец теперь может переехать в свой новый дом. И Лига Наций делает это в тревожные времена. Мало того, что некоторые члены покинули эксклюзивное собрание, но вместе с растущей агрессией Лига Наций сталкивается с вызовами, которые за короткую историю ее существования никто раньше не предсказывал. Будущее покажет, выдержит ли этот дворец испытание времени. Действительно прекрасное здание. Пронто, сеньоры! Пронто, сеньоры! Си, сеньоры! Пронто, сеньоры! Ормознение! Аванзате! Пронто! Церемония закрытия зимних олимпийских сезон. Зимние Олимпийские игры завершились церемонией закрытия на Олимпийском стадионе, организованной Риттером фон Хальтом, который также вручил последним атлетам-победителям их медали. Наибольшее количество медалей собрала Норвегия, 15 штук, за ней следует Германия. Удивительные игры, улучшаются у нас отношения с Германией. Так, на самом деле у нас тут политку еще надо будет еще кое-куда заюзать. Требуется 178 политки на одно дельце. Так, нанимаем агента. Кто у нас тут? Думаю, есть взломщик сейфов, крутой. Торговые нам не нужны особо. Возьмем вот эту вот Стелла Ла Мармора. Стелла Ла Мармора. Куда мы оправим? Так, а я вот не помню, если мы аннексируем, у нас корка есть на Албанию, да? Поэтому нам не надо здесь колобков готовить, я так понимаю, если у нас корка есть. Надеюсь. Надеюсь, колобок не потребуется на Албанию, поэтому можно, в принципе, подготовить колобка на Грецию. Вдруг мы ее сможем победить в одиночку? Без участия Германии. И на кого там еще? На Тунис тоже можно, в принципе. Греция, наверное, даже важнее, потому что здесь промышленность, Греция. А, ну вот, да, то, что я говорил, я все-таки был прав. 15, вот, почему-то... А, я понял, потому что у нас здесь одна вверх работает, поэтому 5 крупных верфей требуется на одну вверх. А если у нас на полную силу работает 3 вверх, то у нас требуется 15 верфей крупных. То есть, если у нас, если их в аренду брать, то получается 15 фабрик надо тратить на один корабль, который строится 4 года. 15 фабрик на 4 года, короче, сразу. То есть, за страны, у которых нет крупных-крупных верфей по умолчанию, на старте это как бы очень дорого будет... ...обходиться. Так, ну что, Март уже, можно, в принципе, попробовать штурмовать. Адис-Абебу. Ой, блин. А, зря я закрыл. Там можно было политку получить. Можно было оказать дипломатическое давление, получить политку. Я случайно закрыл. Готовимся к штурму Адис-Абеба. Так, ремилитаризация Рейнской области. Германия разместила свои войска на территории Рейнской области, недалеко от французской границы, что является явным нарушением Версальского договора. Местное население приветствовало немецких солдат, в то время как дипломатическая реакция Франции и Великобритании пока что весьма сдержанная. Немцы просто гуляют у себя на заднем дворе. Отметил один из политических обозревателей Великобритании. Звучит тревожно. Так, у нас горючего осталось. Не надо мобилизовывать армию. Звучит тревожно. 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 Время! 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 Мы вернем, сеньоре! Время! март начинаем столицу на принципе мы сейчас быстро и и захватим я думаю одисабебу у нас эти уже 174 политки на самом деле что у нас с политкой по идее мы должны сейчас политку куда заюзать мы должны сейчас смягчить призыв в идеале первую очередь смягчить призыв но нам надо тут сделать небольшое отступление от исторического сценария нас от проблема какая есть инфа от нашей разведки что вот в этом вот вот в этой штуке как она называется даже правильно северный йемен так называемый так называемая в мутово килицкая мутово килийское королевство по простому северный йемен здесь рулят какие-то мутные челики шакалы грызущие кости остатков османской империи имам яхья какой-то мам яхья какой-то ноунейм откуда он вообще тут взялся основал какой-то мутово килийское королевство короче это все какая-то очень мутная тема бандеровцы какие-то нам надо навести здесь порядок поэтому вот поэтому чем еще сделаем оправдаем войну против йемена 290 дней блин это капец как долго на самом деле вот просто тут на самом деле в йемене еще есть прикольная 3 капельки нефти нам по-моему одна капля должна достаться от марионетки вот освободим йемен от бандеровцев вынесено предупреждение королевство италия агрессивное поведение италии против мутово килийского королевства вызвало реакцию других стран опасающихся за свою национальную безопасность и стабильность в регионе у италии есть семь дней чтобы прекратить враждебные действия по отношению мутово килийскому королевству нифига нет они нам еще и ультиматумы предъявляют игнорирование их предупреждения нанесет ущерб будущим дипломатическим отношениям и может привести к их вмешательству для поддержки мутово килийского королевства я понимаю это так отменить из отмените свое оправдание войны против мутово килийского королевства в течение семи дней или другие страны могут принять меры гарантия независимости ленд-лиз добровольцы негативное дипломатическое отношение к нам для поддержки мутово килийского королевства но тут на самом деле все не страшно кроме гарантии если если англосаксы впишутся если англосаксы загорантят независимость йемена то они впишутся за него это будет хреново войну формате уны фронта пока не мигом но на самом деле англосаксы могут вписаться потому что я помню когда за это за германию играл там за это влетел на данью в тридцатом году и англосаксы вписались пришлось сделать рестарт потому что заруинили всю катку англосаксы проклятые так ладно подождем подкрепление информации ты сеньоры так теперь берем хотя сейчас же уже эфиопия капни там нужно будет можно будет взять этот фокус а тут 90 дней аж надо подождать по идее с этим фокусом то есть пока что мы сможем сделать пока что мы наверное можем построить два военных завода не мы наверно возьмем расширим инфраструктуру построим автострады нам нужно расширить нашу инфраструктуру чтобы обеспечить легкую мобильность войск по всей нашей империи имея врагов в каждом уголке мира это важная часть защиты всех итальянских земель и мы разблокируем короче мы изучим автоматические технологию дороги первого уровня и построим инфраструктуру чтобы нас быстрее строились фабрики на этих в этих регионах это кстати тоже по моему полезная штука вот эта вода она улучшает снабжение и ускоряет скорость стрельства инфраструктуры и потери организации дивизии во время движения минус 2 процента будет поэтому это полезная штука и синьор и италия игнорирует предупреждение бенитом усоление не принял во внимание тему предостережения италии другими странами я понимаю что творю так великобритании франции произойдет события поддержка мутавакилийского королевства сейчас посмотрим что они нам выкинут круто круто динокер давать что не за гарантия надеюсь нет пока что не за гарантия независимость емена фронта синьор и в принципе нас равно особо спешить некуда с эфиопией потому что мы сейчас пока еще йемен выпилим и только после йемена мы сможем по моему вступить войну в испании да потому что там слишком долго оправдание войны идет к сожалению аж январе 37-го мы только оправдаем войну в основном милиция в дивизиях с кавалерийской разведкой штабами и снаряжением для борьбы в горах так сделка по вооружениям продаем за это можно по моему политку получить что-то одесса бебу никто не прикрывает ой блин у нас ноль горючего так но пока что национальный дух негативный не появился сейчас затаримся еще горючим точнее нефтью затаримся у кого мы затаримся у венесуэлы затаримся так сколько у нас еще национальный дух будет еще 30 дней до надо круче уже брать сеньоры 16 дней 18 дней фронта сеньоры мы еще можем две недельки подождать немножко наши дивизии прокачать в бою в реальном бою так строительство первого уровня ну что берем теперь наверное промышленность берем промышленность возьмем модерна концентрированная промышленность по что здесь объем производства больше правда не особо он больше конечно но но чем дальше тем больше объем производства просто мы как мы поставим заводный истребитель и уже снимать заводы эти не будем точно поэтому самое главное истребители с нас будут то принципе мы прикроем эту концентрированную промышленность просто у него уязвимость для бомбардировок плюс 10 процентов а здесь минус 10 процентов уязвимость сохранение эффективности производства минус 10 процентов до завода нельзя будет перекидывать туда-сюда возьмем попробуем авиации прикрыть то есть у нас будет больше объем производства по идее больше истребители мы сделаем для прикрытия этой промышленности pronto pronto истирующий истирующий в истирующий иtam push истируителя об Так, продаем вооружение Афганистану, получаем 25 палитки. Зачулся у нас имбовый легкий бомбер. Ну что, можно в принципе со штрафом тогда уже брать, изучать запережение время, истребитель G-50 Fiat 38 года. Или доктрину прокачать. Доктрина у нас будет скорее всего это, оперативного взаимодействия. Да, прокачаем доктрину. Все, осталась неделя до капитуляции. Эфиопии. Доктрина так а сколько там стоит снижение 225 политки нам требуется телефона мы пока не будем тратить они могут нам пригодиться во время гражданской войны в испании пусть пока копятся у нас 105 текущий максимум поэтому нибудь на стабилку нам надо речь перед рабочими пьяченцы вот у нас будет две скидки на промышленность и плюс один процент стабилки короче мусори не произнесет речь перед рабочими пьяченцы город такой ну болен капец как я и говорил все-таки появился нас этот национальный дух негативный за нехватки нефти из-за нехватки бензина для гражданского населения короче сажаем авиацию все что там нам требуется здесь нам требуется добыча ресурсов 2 уровня добыча ресурсов пера это алюминий короче нам требуется прокачать добычу ресурсов 2 уровня чтобы нефть у нас была в ливии формация за партнер просто сеньоры формация аванчат она бы мы сейчас без авиации офигеем здесь пробиваться ну все одесса бебу взяли по идее сейчас и флопе сейчас по идее должна капитулировать так как тут у нас в этой новой системе мирной конференции просто аннексировать ее сейчас мы освободили эфиопе от этих эфиопских фашистов сейчас мы ее создадим эфиопскую народу республику дружественное нам государство так что у нас тут действующая идея иностранные волонтеры заменена предусловие для идеи иностранные добровольцы больше не выполняется и она была заменена на нет набора это у нас и вот эти которые иностранные добровольцы типа от маринеток нам дают добровольцы дополнительно идут в резервы резервисты пока что у нас принципе резервисты не особо нужны поэтому пофиг что у нас нет набором так итальянская восточная африка африка ориен ориентале это ли африка ориентале итальяна была итальянской колонией на африканском роге она была образована 1936 году в результате слияния итальянского сомали лэнда итальянской эритреи и недавно оккупированной итальянской эфиопии при создании в 1936 году итальянской восточной африки другой итальянской колонией в африке была итальянская северная африка а типа ливия называлась итальянская северная африка итальянская восточная африка состояла из старых итальянских владений на африканском роге Итальянской Эритреи и Итальянского Сомали-Лэнда, а также недавно аннексированной Эфиопской империи. А впоследствии король Италии Виктор Эммануил III принял титул император Эфиопии. Хотя он не был признан ни одной страной, кроме нацистской Германии и императорской Японии. Территория колонии Итальянской Восточной Африки была разделена на шесть губернаторств. Итальянская Эритрея и Итальянский Сомали-Лэнд, а также четыре провинции Эфиопии. Амхара, Галла-Сидамо, Скиоа и Хараре. Каждый из которых находится под властью итальянского губернатора, подотчетного вице-королю, который в свою очередь был представителем императора. Строго говоря, эта колония не марионетка, но вы можете сделать эту колонию итальянской марионеткой. Ну, тут на самом деле выгоднее будет именно сделать ее марионеткой, потому что если мы хотим во время Второй мировой войны удержать Восточную Африку, нам будет проще именно воевать с территорией марионетки, потому что у нас будет снабжение лучше здесь, насколько я знаю. Просто у нас советский канал будет перекрыт и Гибралтар. И снабжение через Рим не будет идти. А так, если у нас столица будет именно здесь, у марионетки, то снабжение будет лучше, по идее, у нашей армии, насколько я знаю. То есть, либо мы создадим мариночное правительство, либо оставим под прямым итальянским контролем, либо играем за Итальянскую Восточную Африку. Ну, типа, короче, мы выбираем английский или французский вариант колониального управления, то есть, прямое или непрямое управление через местных этих туземных лидеров. Мне, кстати, еще нравится то, что здесь именно, допустим, вот как в Индии, да, тоже, у Великобритании тоже, когда Виктория, ну, королева Виктория стала императрицей Индии в 1800-1976, по-моему, году. Вот, а Индию управлял вице-король. Хотя, по идее, если есть император, то, по идее, должен быть вице-император, но здесь почему-то именно вице-король был. Вот, то же самое здесь с Эфиопией, у Италии тоже. Как бы император Эфиопии, но при этом вице-король, а не вице-император. Ну, хотя, типа, императора может быть только один, а, типа, вице-император, как бы, знаешь, такой, типа, приближенный к императору, это тоже, типа, слишком недостойно императора, чтобы еще был какой-то вице-император. Слишком высоко для вице-императора. Поэтому, видимо, их называют все-таки вице-королями, а не вице-императорами. Ну, короче, создаем марионетку. Эфиопия принадлежит Италии, говорит Муссолини. В то время, как его войска занимают Одесса-Бебу. Эпоха независимости Эфиопии, которая существовала с библейских времен, закончилась в 4 часа дня после того, как маршал Бодольо с 30 тысячами человек под прикрытием авиации занял столицу Эфиопии. Под аплодисменты солдат над городом был поднят итальянский триколор, после чего немедленно была начата операция по зачистке внутри Одесса-Бебы. В Риме Муссолини обратился с речью к огромной толпе, а на площади пьяца Венеция. Толпы людей собрались вокруг громкоговорителей на каждой деревенской площади в Италии. И послание Муссолини было ясным. Мир впервые ощутил вкус итальянской военной мощи. И это не в последний раз. Вот тут дивизии туземные появились. Так, а у нас, короче, сразу... А, ну, видимо, генералы некоторые перешли на службу в Итальянскую Восточную Африку, поэтому у нас их нету. Блин, даже командиры чернорубашечников забрали в Итальянскую Восточную Африку. Так. Ну, я думаю, 1 мая, наверное, на сегодня хватит. В следующей серии уже наведем порядок в Йемене. И потом уже будем воевать в Испании. Игра. Я думаю, что вот это все, что у меня. Игра. Игра. Игра.